Привет, народ! Это последний рейтинг сборных в этом году на нашем канале. Хочу начать наш обзор от маленьких, большим, от сильнейших к слабейшим. Итак, в мировом футбольном рейтинге Сан-Марина на последнем месте 211-я строчка. В ноябре они дважды проиграли, да и за всю Лигу нации у них 6 поражений из 6 возможных. Последний раз они играли в ничью с Эстонией еще в 2014 году, и после этого следуют только одни поражения. Гибралтар пасет 194-ю строчку, минус 4 места, и среди европейских сборных они предпоследние 54-е место. Проиграл Гибралтар после последнего обновления рейтинга 2 матча с общим счетом 10-2, но до этого они дважды победили. 182-е место у Мальты. Вот у них было поражение в ноябре и ничья с Фарерами, но тем не менее Мальта заняла последнее место в своей группе Лиги наций, и полтора года Мальта не знает побед. В последний раз они побеждали Украину в товарищеской игре. Чуть выше Лихтенштейн 181-я ступенька. Команда также одну игру проиграла, а одну свела в ничью. И в той же группе с Гибралтаром они очутились на четвертом месте. 170-е место в рейтинге у Молдовы. Сборная в ноябре добилась хороших результатов, победа и ничья. Надо отметить и тот факт, что Молдова 5 игр не знает поражений, и у них в рейтинге за ноябрь плюс 1. Дальше немного пропустим. Литва 133-я. Имеется в виду в рейтинге. За ноябрь они потеряли две позиции. Сборная была в более высшем дивизионе Лиги наций, чем все остальные вот эти сборные, но тем не менее понизилась в итоге к ним. У команды 6 поражений к ряду, и тут понятно, что было с ними в ноябре. Два поражения. 7-1 по сумме двух игр. Андора также в Европе. И в ноябре в двух официальных матчах они играют дважды в ничью. С Грузией и Латвией. Вполне неплохо. Но в группе они все равно последние. У Андоры 8 матчей без побед. И вместе с Литвой они занимают 133-е место, так как набрали одинаковое количество очков. По 1111. Кстати, кому интересно узнать про итоги Лиги наций, ссылку оставлю в конце. Латвия недалеко ушла. 132-е место. У этой сборной было две ничьи. Латвия не может выиграть уже на протяжении 8 матчей. Косово. Команда выиграла свою группу в Лиге наций, вышла в плей-офф. И в ноябре у них две крупные победы с общим счетом 9-0. И вполне естественно, что эта сборная поднялась на 6 мест вверх в рейтинге. Чего уж там. В этом году Косово вообще не проигрывало. У Казахстана после прошлого обновления рейтинга минус 3 строчки. И в итоге 120-е место. Была ничья и поражение. За 6 последних игр у Казахстана только одна победа. Азербайджан в ноябре выиграл и проиграл. И таким образом прервал свою пятиматчевую беспройручную серию. Но на 107-м месте так и остался в рейтинге. Армения, так же как и Казахстан и Азербайджан, не вышла из группы Лиги наций. И все три сборные заняли там вторые места. У сборной Армении в ноябре победа и ничья. И в итоге они не проиграют 3 матча подряд. Они на 101-м месте. Смотрите, как высоко сборная Фарерских островов. 98-я позиция в рейтинге. В ноябре у них из позитивного только ничья с Мальтой. И всего у Фарер 5 матчей подряд без побед. Эстония также входит в первую сотню сборных. Команда понизилась в низшей дивизион Лиги наций. У них поражение от Венгрии и была еще победа над Грецией. И вот за счет победы в рейтинге FIFA они повышаются на 2 строчки. Выделим Катар. 93-е место. Во-первых, эта страна принимает следующий чемпионат мира. А во-вторых, играет в последнее время с европейцами. И так в ноябре у них победа над Швейцарией 1-0 и ничья с Исландией. И всего в этом году у них только одно поражение от Узбекистана. В январском рейтинге будем более подробнее рассказывать и про азиатские команды. У них в этом месте начинается Кубок Азии. А пока что они играют в последнее время товарники. Израиль проиграл в официальном матче Шотландии. И вторая игра у них в ноябре была товаристской, но победной с Гватемалой 7-0. Кому интересно, Гватемала на 149-м месте. У Израиля 90-е. Грузия превосходно провела осень. У них 6-матчевая серия без поражений. Команда поднимается. И в ноябре у них прогресс плюс 3 места. И они 89-е. В следующей Лиге нации им в одном дивизионе соседствовать с Израилем. И в мировом рейтинге они также соседи. Кипр 86-й. Играли они в ничью и уступили. Но на своем месте так и остались. У Кипра 4 игры без побед. Люксембург также играл в ноябре официальные игры. Также сборная из Европы. У них поражение от Беларуси и ничья с Молдовой. В итоге вместе с Кипром они на 86-м месте. У них равное количество рейтинговых очков. Ожидалось повышение по рейтингу у сборной Беларуси. Она поднялась на 2 места. Сборная пробила себе окно в плей-офф Лиге наций. И реально может пробить окно на чемпионат Европы. В ноябре у них было 2 победы по 2-0. И всего 6 игр без поражений. В Македонии у этой сборной также 2 победы и также в сухую. И следовательно их рейтинг повышается. Знаете ли вы, что у Македонии за 13 игр всего лишь одно поражение. 4-0 от Армении. Но год македонцы закончили позитивно. Поднялись в турнире Лига наций и вышли в плей-офф. В рейтинге они занимают 68-ю ячейку. Следующая европейская сборная это Словения. 62-я позиция. В ноябре им удалось дважды сыграть ничью. А сегодня 6 матчей подряд не проигрывают. И в рейтинге ничего не теряют. Албания чудом осталась в дивизионе Си в Лиге наций. Они уступили там в последнем туре Шотландии 4-0. А через 3 дня их ждала победа в товарищеском матче с Уэльсом. Товарищеские матчи также влияют на рейтинг. Албания 60-я. Финляндия дважды уступила, но это были матчи без мотивации. Так как Финляндия получила путевку в плей-офф Лиге наций. Но рейтингу это не докажешь. Их после двух поражений ждет понижение. 58-е место. Недалеко их соседи по группе Венгрия. И они уже 3 матча никому не проигрывают. А после последнего обновления они провели 2 матча и оба выиграли по 2-0. И повышаются на 2 этажа вверх. Если хотите разобраться, как начисляются эти очки по данной системе, рекомендую выпуск. Ссылку оставлю в конце. А у нас дальше Россия. Сборная дважды проиграла в ноябре. В товарищескую Германию и в официальном матче Швеции. Вследствие чего Россия 48-я. Не хочу подвергать рейтинг сомнению, но как-то сильно много Россия потеряла. Словно проиграла каким-то карликом. Напомню, что по новой системе, если проигрываешь командам, которые выше по рейтингу, то и теряешь меньше. А тут сразу минус 7 мест. Этажом выше Норвегия. Напомню, что они получили шанс попасть на Евро через плей-офф Лиги Наций. Всего на данную минуту у них 4 матча без поражений. Болгария вместе с Норвегией расположилась на 46-м месте. 1425 очков. У болгар 3 игры без побед. В ноябре они дважды сыграли в ничью. Черногория 44-я и теряет сразу 5 позиций. Как вы догадались, у них было 2 поражения в ноябре. Долго тут не задерживаемся и уделим внимание Чехии. Это сборная 42-я. У них было 2 победы по 1-0. Одна официальная, а вторая товарищеская. И получают они плюс 6 в рейтинге вверх. Сборная Марокко прыгнула еще дальше. Плюс 7 мест. Турция 39-я. 4 игры команды Луческу не знают побед. У них поражение и товарищеская ничья с Украиной. Шотландия поднимается на 38-ю строчку. Они обыграли Израиль и Албанию и получили право сыграть в плей-офф Лиги наций. Исландия 37-я. Как уже было сказано выше, они добыли с Катаром ничью, а вот у Бельгии уступили. И всего у них 13-матчевая безвыигрышная серия. Северная Ирландия 35-я ячейка. Они все матчи в Лиге наций проиграли. Но в ноябре у них была еще и товарищеская с Ирландией 0-0. Бознь теряет 2 строчки, 3-4 место. А все потому, что сыграли в ничью с Австрией и проиграли товарищеский матч Испании. Ирландия 33-я. Кроме товарищеской игры с соседями североирландцами, у них была еще ничья официальная с Данией и тоже 0-0. Северная Ирландия 6 матчей не знает побед. Отмечаем прогресс Сербии. Сборная поднимается сразу на 6 ступеней. У них 6 игр подряд без поражений, а в ноябре было 2 домашние победы. Иран представляет Азию. Отмечаем, что они 29-е. Лучшая сборная Азии. Украина 28-я. Минус одна позиция. У них поражение в официальной игре от Словакии 4-1 и про ничью с Турцией уже сказали. Также у Украины одно поражение в году. Вот и Словакия. Победа и поражение. Оба матча официальных. И Словакия поднимается на одну строчку вверх. 24-я Румыния. 10 матчей подряд они не проигрывают никому. В ноябре 2 сухие победы имеют. Отмечаем Сенегал. 23-е место. Это лучшая сборная Африки. Сенегал участвует сейчас в Кубке Африканских наций. И 4 матча там не проигрывает. И в своей группе 1-й. 22-я Австрия. В ноябре они заслужили победу и ничью. И 3 официальные игры не проигрывают никому. Вот так. И вот мы входим в первую двадцатку. 20-е место Польша делит с Перу. У них по 1518 очков. У Польши было поражение Чехии 1-0. Это товарищеский матч. И они еще сыграли с португальцами 1-1. И уже шестую игру Польша не может выиграть. Но за счет ничьи с более сильным соперником им удалось подняться на одно место. Уэль занимает 19-е место. Они дважды проиграли в ноябре. Но в отличие от России потеряли всего лишь одну позицию. Италия на 18-й строчке. Не кажется ли вам, друзья, что Италия несколько затерялась? Футбольные традиции этой страны обязаны ее входить в топ-10. Всего у них сейчас 4 матча без поражений. И в ноябре победа над США. И ничья с португальцами. А вот лучшая сборная Северной Америки, как и прежде, остается Мексика. Что было у них? Два поражения. И оба товарищеские. И оба от Аргентины. И оба матча завершились по 2-0. От сборной Германии я ожидал повышения. Но они опять теряются в рейтинге. Минус 2 места. Они 16-е. Значит выиграли они у России и с Нидерландами ничья. Нидерланды и Швеция, согласно рейтинга, равны. У них одно место, 14-е и 1560 очков. У оранжевых победа и ничья за ноябрь. И всего 4 матча они не проигрывают. У желтых 2 победы. И также 4 матча они не проигрывают. Выделим Аргентину. Она 11-я. Про победы над Бедной Мексикой мы уже узнали. А теперь начинается топ-10. Десятая Денмарк. Из группы вышли и в ноябре соответственно так же не проигрывали. И свое место удержали. Испания 9-я. Она переживает Даню всего на 2 очка. Испания так же удержалась на своем месте. Хотя проиграла Хорватии и выиграла товарняк у Боснии. На 8-й позиции Швейцария. Поражение от Катара. И волевая победа над лучшей сборной рейтинга. Седьмой Уругвай. Он не из Европы, но заслужил, чтобы про него сказали. У них было 2 товарищеские игры. И обе они проиграли. Франции и Бразилии. И это стало четвертое поражение для уругвайской команды к ряду. Шестая Португалия. И она просто с Уругваем поменялась местами. И это единственное изменение в топ-10. В ноябре у команды Сантуша 2 ничьи. Англия 5-я. Сборная сыграет за Кубок Лиги Наций. С Португалией, Швейцарией и Нидерландами. Но и отметим 2 победы в ноябре. Над США 3-0. И над Хорватией 2-1. Всего они пятую игру не проигрывают. Следующая на очереди сборная Хорватии. Они опережают Англию в рейтинге всего на 3 очка. Хорватам удалось обыграть Испанию. Но удалось и проиграть Англии. Бразилия. Третье место. Шестиматчевая победная серия. Все шесть матчей выиграно в сухую. Две последние в ноябре. С Камероном 1-0 и с Уругваем 1-0. Превосходно. Но на втором месте, как и прежде, Франция. Поражение и победа у них. И на первом месте Бельгия. И Франция проигрывает ей всего лишь одно очко в мировом рейтинге. У них, как и у французов, победа и ничья за ноябрь. И обе сборные упустили возможность занять первые места в Лиге Наций. И побороться за Кубок Лиги Наций. И выйти в плей-офф. Постарался для вас сделать простой и понятный обзор. Надеюсь, вы заметили и оценили. А теперь постарайтесь и вы. Поставьте лайк. Это просто. Смотрите и итоги в Лиге Наций. Кто повысился, кто понизился и кто попал в номинации. Пока.